Привет, друзья! С вами Максим. В этом видео я подготовил для вас только лучшие инструменты сайта Алиэкспресс, которые вы точно оцените. В конце, как всегда, будет конкурс, а если видео наберет 1000 лайков, то победителей будет 2. Поехали! Клещи для монтажа велопокрышек. Этот съемник предназначен для снятия неподдающихся покрышек велосипедов с металлическими рамами. Его можно регулировать под разную ширину покрышки велосипеда, что позволяет быстро ее заменить, используя при этом минимум усилий. Каминный тепловентилятор для перераспределения теплового воздуха. При этом сам он не требует ни электричества, ни батареи, ни зарядки. Вентилятор просто устанавливается на камин и сам генерирует энергию для своей работы, перерабатывая тепло в электричество. Газовый обогреватель для обогрева палатки или других помещений. На нем можно вскипятить чайник или приготовить еду на несколько человек. Обогреватель зажигается с помощью пьезоподжига. Можно использовать в двух положениях отражателя. Наклонная для обогрева и горизонтальная для приготовления пищи. Контактная точечная сварка. При точечной сварке металлов свариваемые детали привариваются друг к другу в одной либо нескольких точках. Отсюда и название. За счет легкой автоматизации процесса контактная сварка широко применяется на различных производствах при серийном производстве каких-либо изделий. Молоток сварщика с пружинной ручкой. В качестве рабочего органа бойка выступает плоское лезвие, напоминающее формой слесарное зубило. С другой стороны заостренный элемент, снабженный наконечником в виде конуса, и ручка, которая снабжена витой пружиной для амортизации удара. Плазменный резак или просто плазморез. Плазменная резка – одна из наиболее современных эффективных технологий, позволяющая работать с металлом, а также с некоторыми материалами, не проводящими ток. В том числе, древесиной, пластиком и камнем. Дуга позволяет проводить раскрой не только по прямым линиям, но и формировать сложные фигуры. Циркуль для плазмореза. При вырезании круглых дисков из листового металла далеко не всегда удается добиться того, чтобы края заготовок были ровными. Как правило, чем больше диаметр диска, тем сильнее устает рука, и, соответственно, больше вероятность отрезать криво. При помощи этого приспособления круги из листового металла будут получаться более ровными и аккуратными. Защитная маска с затемненным стеклом. Позиционируется продавцом, как маска для сварки. В первую очередь маска защищает глаза мастера от вредных воздействий теплового, ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Это неотъемлемый атрибут для работы с металлом. Микрометрический нутромер. Это высокоточный измерительный инструмент, который предназначается для измерения размеров отверстий и пазов, а также внутренних поверхностей различных деталей. Состоит из головки сменных калиберных стержней, удлинителей. С помощью сменных наконечников увеличивают предел измерений. Обжимные плоскогубцы для поводков. Рабочий орган данного обжимного инструмента выполнен из металла в виде клещей с несколькими зубцами под различный размер обжимной трубки. Рукоятки заключены в пластиковый корпус, обеспечивая удобную фиксацию в ладонях. Стальные кабельные стяжки. В отличие от широко распространенных и известных всем нейлоновых стяжек, имеют несколько существенных достоинств. Это повышенная механическая прочность, устойчивость к погодным условиям, устойчивость к агрессивным средам, вибрациям, радиации и влажности. Штатив для лазерного уровня изготовлен из алюминиевого профиля, ножки оснащены специальными замками-фиксаторами, позволяющими регулировать их длину. Штатив обеспечит максимальную устойчивость, при этом будут отсутствовать даже минимальные отклонения, способные негативно отразиться на отметках. Скалер или просто рыбочистка. Этот гаджет уже перестал быть редкостью на кухнях рыбаков. Инструмент быстро и безопасно удаляет чешую с поверхности рыбы без повреждения кожи. Легко чистит укуня, судака, щуку и так далее. Стусло. Столярное приспособление в виде лотка для распила досок или любого другого профильного пиломатериала под различными углами. Комплект состоит из пластиковой установки и ручной пилы. Имеется возможность распила под углами 22,5, 45 и 90 градусов. Длина стусла 350 мм, а ширина 100 мм. Карманный цифровой осциллограф может использоваться для обучения, ремонта электронного оборудования, исследования проектируемых схем, контроля работы электронных блоков, анализа различных сигналов. Электроотвертка. Основная фишка отвертки – это присутствие гироскопа. Вы берете отвертку в руки, нажимаете большим пальцем на единственную кнопку под дисплеем и слегка поворачиваете руку в том направлении, в котором нужно вращать биту. И бита вращается в нужную вам сторону. В этот момент на дисплее отображается направление вращения в виде анимации. Малка. Это столярный и слесарный инструмент для разметки и измерения углов. Состоит из двух частей, скрепленных между собой зажимным винтом. Особенно удобен и полезен при установке подоконников. Замерив точный угол откоса, можно без труда перенести разметку на заготовку и довольно точно вырезать углы. Цифровой микроскоп. Оснащен видеокамерой с возможностью фото- и видеосъемки. Имеет переменное увеличение в диапазоне от 50 до 500 крат. Микроскоп подключается к компьютеру через порт HDMI. Ну и приятно, что есть дисплей. Можно полноценно работать автономно без подключения к компьютеру. Одноколесный скутер. Это транспортное средство, напоминающее мотоцикл с одним колесом. Силовым агрегатом которого служит электрический двигатель. Уравновешивание монобайка осуществляется с помощью самобалансирующегося устройства гироскопа. Может развивать максимальную скорость до 20 км в час. Набор ключей для снятия магнитолы. С проблемой снятия магнитолы в машине сталкивается немало автомобилистов. Одни не могут вытащить штатный аппарат, установленный на заводе. Другим музыка досталась в наследство вместе с авто. Без таких ключей данная задача практически невыполнима. Друзья, хотел напомнить вам про нашу группу ВКонтакте, в которой публикуются результаты проходящих на канале конкурсов. Также там много интересных товаров с Алиэкспресс, которые, возможно, вам будут интересны. Ссылка на группу в описании. А теперь конкурс. Разыграем 200 рублей на счет телефона или вебмани кошелька. Условия конкурса – поставить лайк, быть подписанным на канал и оставить любой адекватный комментарий. Результаты через неделю в группе ВК. Подробности и ссылки есть в описании. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok